Всем привет! В общем, решил я забубенить АВП и внедрить в нее вот такой вот пистолетик, который стреляет пульками. Стреляет он достаточно-таки прилично, несмотря на его размер. Ну, надеюсь, получится. Будет он внедряться как-то вот так. Ну, вроде бы должно все получиться. Магазин винтовки соединить с магазином пистолета, затвор пистолет соединить с затвором винтовки и спусковой крючок как-то соединить со спусковым механизмом пистолета. Так с этим понятно. Пистолетик моденчина. Стоит он 100 рублей. Попробуем. Для начала выберу две детальки по контуру этого шаблона. То есть, вот как есть с отверстиями. Их буду делать из МДФ. МДФ. Вот такая. Это панель МДФ. 6 миллиметров она. Это, кстати, с прошлого мыла запила. АВП хиперзверя или скоростного зверя. Так. И внутрь будут выпиливаться детальки из фанеры 9-ти миллиметровой. десятки нету. Буду пилить из девятки. То есть, вот так кусочек выпиливаться. Точнее, два кусочка. И вот эта часть. Вот эта не будет. То есть, две задние части. Тут также по линиям вырежется. И две вот такие. То есть, они будут внутри. Здесь, соответственно, будет пустое место. Под пистолетик. Ну что ж. Пойду пилякать. Ну вот, собственно говоря. Выпилил я деталюхи. Две таких. Две таких. Из фанерки. И две из МДФ. С рисунком будет внутренняя сторона. Коротенькие сюда. Приклеются. Из фанерки. Две еще штучки. Сюды. В общем, как тут так будет дело обстоять. Сюда будет внедряться пистолетик. Так. Что нужно сделать? Что нужно сделать? Сделать нужно следующее. Склеить вот эти деталюхи вместе ровненько по возможности для дальнейшей обработки. Склеить и подравлять немножко. Потом приклеить уже на основу. Точнее, на боковину. И эти две тоже детальки надо склеить. Пока они будут клеиться. Распотрошить надо будет пистолетик. Эта деталь уже не нужна. В общем, нужно будет срезать рамку крючка. Крючок отсюда выкорчевать. Накладки отсюда отодрать. И срезать весь рельеф. То есть, вот эту часть отрезать. В общем, сделать ее холоденькую, как вот эту. Чтоб она прям ровненько легла сюда. Ну и, соответственно, магазин под углом вставляется. В винтовке он под прямым углом. Здесь не под прямым. Поэтому придется срезать ручку половину где-то. И вот здесь тоже все вырезать. То есть, оставить заднюю часть как направляющую. В общем, пока детальки будут клеиться, я распотрошу пистолетик. В общем, так. Деталюхи склеились. И можно их теперь приклеивать на свои родные места. Хотел я их подточить немножко тут. Вроде бы и так все нормально. Ничего нигде не выпирает. Так что можно смело клеить. Так, дальше. Пистолетик. Пистолетик. Точнее, все, что осталось от пистолетика. Срезано, в общем, с него все, что можно. Вот, что получилось. Хладенький, со всех сторон ровненький. Единственное, что он 16 миллиметров шириной. А здесь у меня 18. И по миллиметру не хватает, когда. Надо миллиметровые пластиночки сюда приклеить будет из чего-нибудь. Из чего-нибудь я уже определил. Вот из такой штуки от сим-карты. Вырежу пластиночек и приклею. Чтобы он здесь сидел, так сказать, по середке. Так. Спусковой механизм отсюда изъят. Кроме самого основного. Тот, который держит какая-то штука-то называется. Так. Спускаться он будет с помощью вот такого стоматологического инструмента. Но это не он. Это вязальная спица. Загнутые. 90 градусов. И вставляться она будет вот в такое окошко. И цепляться в штатные тяги. Не видим. В общем. Так, вот. Как так. как тут так. Ну и соответственно там вот она опускается и пулька пошла. ну а тяга сама будет размещаться здесь. Соответственно спусковой крючок винтовки будет давить на тягу. в общем в общем все как положено будет. Так. Дальше дальше магазин как-то приводить. То есть его приводить в магазин от винтовки и все это дело рассчитать чтобы оно было на своем месте. Это тоже в принципе не проблема. Все так понятно тут он должен быть. в общем все это выполним. Для начала надо все приклеить определить позицию самого пистолетика. Точнее то что-то осталось закрепить вот здесь. И дальше уже оградить спусковой механизм магазин и затвор. Так что как-то так. Пойду приклею. Ну в общем так. Основные части приклеил. Все на своих местах. Саму часть пистолета тоже приклеил и прикрутил еще саморезиками. для надежности. Ну вон она где-то второй мутрях. Как тут так. Дальше нужно будет оградить магазин. Я его в принципе уже загородил. Это ДВП. Фанера ДВП. То есть у нас будет приклеить вот эту часть. поптащить чтоб он сюда входил нормально. Не болтался и не клинел его там. И определить мертвую зону. То есть где упоры поставить. Держаться он будет на магнитах у меня. Я не мертвую магнитики из жесткого диска из дирома. То есть их я ставлю сюда и сюда заподлицом и сделаю с такой штучки упоры. Сюда и сюда маленькие по полсантиметрика может к ним тоже приклею неодимовые магниты. По мертвой точке все это дело вклею. Чтоб дальше он не уходил и вставился и держался на магнитах. Затем нужно будет вставить в него магазин от пистолета. То есть определить его позицию в пистолете какая она должна была быть у него. То есть я вот так вот затвором стандартным его буду щелкать 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 выставлять выставлять до тех пор пока пульки не начнут так сказать в патронник заходить. ну и соответственно приклеим потом вот эту буду сверху приклеим когда подсохнет залью всю там термоклей внутри. Ну а здесь выравняется поддевочкой все будет идеально. То есть ну вот как-то так он будет выглядеть. В общем вот так он будет выделить. короче вот так куда он будет вставляться. Затем спусковой механизм крючочек я уже вырезал. тут вот будет то есть все работает. Здесь просвежу отверстие не сквозное и в него будет вставляться тяга. То есть оттуда вот она будет. Возвратная пружина здесь не нужна она здесь есть так что все будет тип-топ. Так и затвор. Сам затвор из ПВХ трубы будет. Крепиться должен быть вот к этой штуке Ацин. Крепить я его буду вот такой железочной пластиночкой железной. Она тут загнута немножко. Приклеивается будет она вот так. и в трубу. Тоже термоклей мы можем еще с саморезиком здесь сверху заподлицо и вот то что спрячу. И все. Будет все это дело нелось. И соответственно здесь потом отрежется. Внутрь нужно будет вытащить кругляшок бочоночек. Туда бутырь. чтобы сделать крепление для самой ручки. Потому что ручка затвора не должна крутить. Она должна стоять ровно. То есть крутиться внутри поднял потащил опустил. Ну как-то так. В общем вот такая картина у меня нарисовалась. Все механизмы собраны. магазин. Тут ни один магнитики по краям вклеены. И на самой винтовке такие скобы металлические. Все сюда идеально стыкуются. Причем довольно-таки крепко он туда примагничивается. Здесь термоклеем зальется шпаклевочками выведется. Дальше спусковой механизм. Все тоже в принципе работает. там видно шайбочки и сверло точнее остатки сверла 3 миллиметра. Эта часть приклеится потом к верхней части будет держаться. Ну и затвор. Как предполагалось металлическая пластинка чуть загнутая приклеена к цилиндру в основном доклей космофен и армирована как кроновой нитью. В общем с фокусом как всегда беда. Дальше вставлено в ПВХ трубу и саморезик еще тут насквозь прикручено. Залито термоклеем там внутри. Дальше прорезано окошком. Там где положено быть вот здесь. И в ПВХ трубу вставлен цилиндр. Небольшой. С отверстием нужен он для того чтобы ручка пошевелилась независимо от самого так сказать от самого затвора. То есть подняли и потянули. сделана она из карандашика и полоски бумаги намотаны и клеем титаном все это пропитывалось и наматывалось 13 мм диаметр. Крепкая штука получается. в общем ну и напоследок соберется вся эта конструкция. По шаблону перенес так сказать линии где срезать нужно будет также разметил где будут саморезы саморезы будут утоплены миллиметра на два и крестовина у самореза будет высверлена то есть там будет просто углубление кругленькое будет что-то типа заклепочек и все останется только сгладить края все где-то подшпутлевать подмутлевать и мелкие детали крепления для ремня ствол вставить вверх закрыть в общем пойду зародить ну что ж вот такая конструкция в итоге у меня получилась все собрал скрутил срезал и закладил так в общем вот такая штукенция получилась детальку я еще не приклеивал просто показать просто показать как она будет в общем вот такая деталь сделан в фанерке и мдф и вот туда в пвх трубу забьется термоклей и вот так вот она туда склеится и будет выезжать вместе с этой штукой так ну и вот ручечку ручечка сделана из гвоздя 3 мм шарик нашел на строительном рынке в отделе где продаются всякие петли замки в общем это ручка от комода от ящика в общем мебельная ручка здесь бумажкой подмотана с титаном чтобы потолще она вроде как была также смажется клеем и туда вот вклеится все это дело также магазин тут чуть-чуть подработал в плане все зашпаклевал здесь тоже эта бумага полосочки бумаги намотаны склеем в общем как-то вот так и останется только поставить сошки кстати да еще заклепки у меня не получились слишком глубокие эти крестовинки ну так тоже вроде ничего смотрится так сошки у меня есть я их делал для скоростного зверя подзамену там одна сломалась руки так и не дошли поставить поэтому они где-то валяются надо их найти также и прицел у меня есть я делал прицел также для скоростного зверя взамен вот этому сквозной потому что я использую потому что этот во-первых лухой часть нифига не видно во-вторых я использовал изоленту и она что-то в общем педас не приключилась поэтому я решил переделать но руки также не дошли в общем вот он сам прицел он сквозной сделан из папье-маше не знаю папье-маше в общем свой газеты по форме я его катал катал останется тоже ручки сделать для крутилки изнутри покрасить вклеить стекла сюда-сюда и все в принципе можно вставить ну и единственное что сделать нужно будет крепление типа вот таких вот на скоростном звере они у меня приклеены просто так были здесь я хочу сделать как бы нормальную планку чтоб она надевалась поэтому надо сделать такие же штучки только с пазами и сделать пошире чтоб можно было не на клей сажать а именно на саморезики или винтики шурупчики как-то так ну это сошки прицел отдельная история в этом видосе я показал как сделать саму авп стреляющую и собственно вот она можно даже попробовать стрельнуть разочек пока деталь не понадобится так патроны есть нажал ненароком в общем еще тут косяк получился пистолетик китайский и не всегда он почему-то срабатывает в общем стреляет можно кстати ствол отсюда вытащить пока он пока не вклеился так приготовились раз два в общем шмаляет шмаляет как бог ну что на этом собственно говоря все миссия completed то бишь успешно поставленная задача выполнена китайский пистолетик внедрен в деревянную винтовочку если понравилось ставьте лайки комментируйте критикуйте вы говорите недочеты может какие тут есть в общем все спасибо за просмотр пока у